Новости нашего региона. Более тысячи воронежцев посетили осеннюю ярмарку вакансий в кинотеатре «Спартак» 23 октября. Только с начала этого года в городской центр занятости населения обратилось более 27 тысяч человек в возрасте от 30 лет и старше. Причем, по сравнению с прошлым годом, эта цифра увеличилась за счет граждан предпенсионного возраста от тех, кто ищет работу, и наоборот, кто готов ее предложить в сюжете наших корреспондентов. По данным Росстата, в 2018 году численность безработных в нашей стране составила 3,5 миллиона человек, а уже в 2019 их стало на 200 тысяч больше. В нашем регионе официально статус безработной имеют почти 10,5 тысяч человек. По факту, таких граждан значительно больше, так как многие воронежцы на учете в центре занятости не состоят. Но и те, кто еще недавно имел работу, в одночасье ее теряют, причем по самым разным причинам. В некоторых случаях это невостребованность граждан. Имеет такая ситуация, когда идет сокращение штата, маленькая зарплата, когда человек недоволен условиями труда. 53-летняя Светлана Крылова в статусе безработной уже два года. Уйти с прежнего места ее вынудил работодатель. В какой-то момент женщину подвело здоровье. С продавцом работала, и товароведом работала, и секретарем работала. Вакансий много. Дело в том, что просто по состоянию здоровья. Надо было рассчитаться. Мои больничные, какие по состоянию здоровья я брала, раз, два, три. А на четвертой уже просто предложили уволиться. Понять, насколько проблема безработицы актуальна для Воронежа, можно было и по количеству пришедших на ярмарку вакансий 23 октября. В этот раз в кинотеатре «Спартак», где собралось более тысячи воронежцев, яблоку негде было упасть. Если по состоянию на сегодня стоит у нас 4 117 безработных, если бы мы рассматривали статистику за 9 месяцев, то за 9 месяцев к нам обратилось 27 670 человек. Необходимо отметить, что 23 180 человек из них было трудоустроено. В принципе, довольно-таки хороший показатель по трудоустройству. По сравнению с 2018 годом количество безработных увеличилось. Причина такой статистики связана в том числе и с увеличением пенсионного возраста. Если сравнивать с прошлым годом, то эта цифра, конечно, становится больше. Здесь есть ряд факторов. Все мы понимаем, что у нас добавилась такая категория, как граждане предпенсионного возраста, которых мы сейчас и переобучаем, и они у нас стоят на учете. Также происходит трудоустройство. Поэтому за счет этих показателей количество увеличилось. Проблема еще и в том, что сами работодатели неохотно принимают на работу граждан предпенсионного возраста. Стоит остро, потому что устроиться после 45-ти особенно очень тяжело. А кто-то слышит возраст 45 лет, хоть нам и подняли пенсионный возраст. Нет, не надо, не интересует. А вот где вас всегда рады видеть, так это в сфере продаж. Причем здесь ваш возраст уже значения не имеет. Любая дистрибьюторная компания с удовольствием возьмет активного продажника на работу. Если брать в процентном соотношении, то где-то, наверное, процентов 20-30 сотрудников у нас работают, те, которые мы привели с ярмарки вакансий. И уже многие даже карьерный рост получили в результате. Конечно, ярмарка вакансий не дает стопроцентной гарантии того, что соискатель сможет найти подходящую работу. Но для большинства воронежцев это хороший шанс заявить о себе, работодателю рассказать об имеющих возможностях предприятия. Здесь сегодня присутствует более 40 работодателей. Мы проводим видеособеседование с тремя работодателями. Весной мы проводим ярмарки вакансий для инвалидов. Но, наверное, имеется смысл рассмотреть на будущее, чтобы такие ярмарки проходили ежеквартально. Потому что все-таки востребованность и безработных, и работодателей вдруг-вдруги очень велика. И, наверное, успех в том, что мы сможем их объединить на таких ярмарках.